даже невзирая на обращение депутатов Госдумы в Генеральную прокуратуру. Иудейский свод законов Шулхан Арух, составленный несколько столетий назад на основе Талмуда, обязателен к исполнению по сей день. Во вступлении к изданной на нашем языке книге делается откровенное признание. Редакционный совет Кераор счел необходимым опустить в этом переводе некоторые галактические указания, помещения которых в издании на русском языке было бы воспринято населением России, не придерживающимся иудаизма, как неспровоцированное оскорбление. Читаем то, что оставлено, и, следовательно, не оскорбительно. Его, нееврея семя, рассматривается как семя скотины. Ради умерших слуг и служанок не говорят слов утешения оставшимся после них, а надо сказать ему, еврею-хозяину. Да возместит тебе Бог твой убыток, совершенно так же, как говорят человеку, когда у него околевает бык или осел. Запрещается спасать их, неевреев-акумов, когда они близки к смерти. Например, когда увидишь, что один из них упал в море, то не выручай его, даже если он хочет заплатить. Дозволено испытывать на Акуме лекарство. Полезно ли оно? Деньги Акумов – суть как бы добро бесхозное, и каждый, кто пришел первым, завладеет им. По отношению к Акуму не существует обмана. Когда еврей обокрал Акума, его, еврея, принуждают к присяге, тогда он должен в сердце своем объявить присягу недействительную, потому что он принуждается к ней. Здесь это нами не должно ни высмеиваться, ни как-то обсуждаться. Это их, будем говорить, традиция, их культура, и они живут в ней. Для нас, главное, наша культура. У всех славянских и арийских народов есть неотъемлемая черта, которую невозможно вытравить. Они всех, какие бы народы ни были, любой цвет кожи, любой национальности, они их всегда воспринимали как равных себе. То есть мы люди, и они люди. Но при этом мы должны жить и трудиться по законам, которые дали нам наши предки, а другие народы должны жить и трудиться по законам, что оставили их предки. И если мы им чем-то можем помочь в развитии, мы поможем, если это будет нам не во вред. А многие-многие народы помощь от белых людей, от славян воспринимают как слабость. Хотя на самом деле это не так. Наши предки как говорили? Изучать культуру, изучать традицию, изучать верование других народов, это не значит следовать им. Изучая другие народы, мы познаем образ их мысли, образ их поведения. Тем самым, в случае агрессии от них, мы наполовину уже вооружены против них. Для того, чтобы защитить свои рода. То есть не для того, чтобы напасть, а для того, чтобы дать достойный отпор. То есть раз у них вот такой-то, такой-то, такой-то образ поведения, образ мысли, значит они будут действовать так-то и так-то. Поэтому мы это зная, создаем заслон, чтобы это не пришло к нам. Субтитры создавал DimaTorzok